В новостном выпуске, шестым по счету на нашем канале, предлагаю поговорить о деньгах, которые затратили на создание игр, о будущих проектах известных компаний и о новых играх, которые вышли в марте и их оценках. А чтобы покупать только лучшие игры, советую вам заглянуть в наш магазин Tap&Play, где мы помогаем покупать недоступные игры в России, как на ПК, так и для консольщиков. А еще у нас большой ассортимент подписок на различные сервисы. Покупка происходит через TelegramBot, где опытная служба поддержки пользователей ответит на все ваши вопросы, обработает заказ и сделает все возможное, чтобы игра вашей мечты как можно скорее оказалась у вас. Покупать игры легко вместе с Tap&Play. И перейдем к рубрике, а сколько это стоит? Как выяснилось, на разработку Atomi Hart, помимо гениальной концепции и идеи, которую главные идеологи вынашивали более 10 лет, было заложено 25 миллионов долларов по версии РБК. По другим предположениям, это 100-120 миллионов рублей. А некоторые говорят о том, что в год компания тратила 20 миллионов рублей. Каковы были бы суммы не предложены и озвучены, нужно знать всего несколько вещей. Игра себя полностью окупила уже из-за ВК Play. И даже денег хватит не только на пиво. В разработке еще 4 DLC, которые будут закупаться пачками. И по недавней информации, вторая часть игры, скорее всего, будет. О чем я и говорил в прошлых новостях. Простая логика, хороший продукт, ебаш версии, пока деньги льются. Думаю, что это даже можно отнести к неким законам игровой индустрии. Как вы думаете, сколько частей Atomic Heart, помимо DLC, будет выпущено? Ведь все-таки в Советском Союзе и Чернобыль был, и взрыв царь-бомбы, и все возможные испытания. Так что зацепиться и раскрутить новые части можно и нужно. Правда, нужно чувствовать, в какой момент необходимо остановиться, чтобы варежку не проебать. Варежку проебал. Ха-ха-ха-ха. Для первого фейла этого года игры Farspoken предположили ее стоимость разработки. Аналитик Дэвид Гибсон предположил, что разработка игры могла составлять около 75 миллионов долларов. Что, в свою очередь, может составлять примерно 20% прибыли прошлого года компании Square Enix. И все бы ничего. Но Farspoken разрабатывался как эксклюзив для плойки. А это означает, что еще и часть денег от прибыли уйдет Sony. Но оптимизму издателей и разработчиков не позавидуешь. Они собираются запустить станок по изготовлению патчей для этой игры, чтобы выйти хотя бы в ноль под деньгам. Про это я говорил в одном из прошлых новостных выпусков. И по-прежнему говорю, что игру можно купить на распродаже, когда она будет в ассортименте. Все зависит от размера скидок. В любом случае, пожелаем удачи студии, исправить ситуацию и выйти в ноль. Кстати, о скидках. Владельцы PlayStation осталось буквально пару дней для того, чтобы закупиться на распродаже в PS Store. А наш магазин Tap & Play помогает в покупке, а также у нас есть свой ролик с лучшими скидками. Ссылка на магазин и на ролик, естественно, в описании. А компания Epic Games, владеющая одноименным магазином Epic Store, похоже, начала в открытую воевать со всеми другими магазинами компьютерных игр. И, конечно же, в первую очередь против него самого, Стима. Эй, гей! Теперь любой желающий может размещать игры в магазине Play Store и получать до 100% прибыли от покупки игр. А еще Epic планирует размещать больше эксклюзивных игр, тем самым стараясь переманивать пользователей из Steam. Я, как человек, который увлекается игровыми движками, каждый раз богодворю Unreal 5. Но вместе с этим трехслойным матом каждый раз окуная лаунчер и игровой магазин Epic'ов на дно донное. По сравнению со Steam, это просто лютейший кошмар. На их месте я бы в первую очередь наладил бы отличный сервис среди игроков, создал бы некую социальную сеть, как в Steam'е, и уже бы занимался эксклюзивными играми. И, конечно же, громом среди ясного неба оказалась новость про выпуск Starfield. Дата выхода игры намечается на 6 сентября 2023 года. Bethesda говорила, что Microsoft настаивал на выпуске игры летом. Однако незыблемому Тодду Говарду удалось убедить в том, что нужно еще время. Откровенно говоря, это правильное решение, потому что сейчас я занимаюсь тем, что выпускаю ролики по игре Starfield. И эта игра не просто игра на пару часов, а игра с крайне глубокой проработкой мира в целом. И даже некоторые пользователи думают, что Bethesda пойдет по уже протоптанной дорожке в лице того, что после Starfield они запустят онлайн-игру на основе ее вселенной. Как это произошло с The Elder Scrolls. Поэтому дам вам бесплатные советы. Если вы давно мечтали стать блогером и завести свой канал, то игра Starfield это отличная возможность. Изучайте игру по полной и окупите ее в моменте онлайн-игры. Или подпишитесь на наш канал и будьте в курсе любых новостей по игре Starfield. И как всегда, не забывайте про наш магазин Tap&Play, который предоставляет возможность покупки игр, недоступных в России. Ссылка на магазин в описании. И всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!